Прямоугольник взят на середину сторон МН, АД и БЦ. Произвольная точка ПН на стороне СД, точная продолжение. И проведены вот так прямые. Требуется доказать, что прямая КН синетрично прямой ВН относительно вертикальной. Коля подсказывает, проведите прямую КН до пересечения с прямой СД. Получается равнобедренное треугольник. Почему? Из-за того, что НС равно МД. НС равно МД. Да. Ну что, что там? Ага, и теперь... Нет, не понял. Эти отрезки равны, и что? Почему здесь равнобедренное? Давайте посмотрим. У нас есть отрезок. Отличите, что у нас есть. И здесь параллельный ему и равный отрезок. Это вот наш круглыйник НСДН. Хорошо. И где-то здесь взята точка КУ. Вот так проведено. Здесь пересеклось. И здесь проведено тоже там где-то, где точка КУ пересеклось. Да, эти отрезки действительно равны. Точка КУ произвольная. Она на прямой отцели. И как это в данном случае нам помогает? Потому что точка КУ уже не приводится. Ну давайте подумаем. Вот этот вот угол КУНМ. Кончалагаем вот этот. Да? А нам нужно разбираться с углом. И этим это то же самое, что угол в ответ. То есть, ребят, на самом деле нам нужно доказывать, что если вот тут точка возложить КУН, что НКУ как раз равен отрезку НКУ. У нас куриный. Хорошо. КУ у нас есть. А чего у нас нет? НКУ. НКУ у нас нет. Нужно доказать, что НКУ, НКУ, НКУ. Интересно, как? У меня что-то подсказок озвучало. Продлить луч КУН до пересечения с прямой ЦД. В некоторой точке КУ. Но я пока не понимаю, как можно использовать то, что точка КУ лежит на диагонали. У нас же получается, что это с точки пересечения диагонали. Да. Ну, значит, вот эти два треугольника. Абсолютно верно. Ну, если рассматривать вот эти два треугольника, то они получаются подобны. Ребята, называется медиана. Если мы берем центр треугольника, а это как раз и есть пересечение отрезка ГУН с диагонами Мерси. Вот этот вот отрезок, это медиана. И поэтому, когда вы треугольник делаете больший, там она тоже будет медиана. А поэтому отрезок ЦП равен отрезку ЦТ. Ну, это получается МЦ медиана и ЦТа, значит, уравнение. Поняли? Вот, значит, оказывается, что смысл в том, что отрезок МН делится ЦН прямоугольника в точность пола. И, соответственно, у нас отрезок МО и бюльяна, значит, больше треугольники, точка ЦУ середины, ЦТ равно ЦТ, и все получается. На всякий случай, давайте я потрачу сейчас пару минут на то, чтобы вы поняли, что такого типа задач в принципе никогда не могут для вас быть трудными. Ребята, объясняю. Если мы берем систему координат, вот эта вот точка Д, пишите у нее координаты А, 0. Здесь вот у нас точка Ц, пишите у нее координаты А, H. Точка А, координаты минус А, 0. Ну, точка Б нам не нужна, поэтому я даже писать не буду. Точка Н имеет координаты 0, H. Вот, точка П, пусть имеет координаты А минус В. Вот это вот отрезок, я назначу буквы П, да? А минус В. Смотрите, в таком случае, так в этом случае все легко. Мы способны написать уравнение вот такой прямой. У равняется минус В делим на А умножить на Х. Мы способны написать уравнение диагонали. Давайте подумаем, как есть уравнение диагона прямая А, С. Значит, надо пройти через эту точку. Ну, это Х плюс А. Какой углавный лифт Ц? H надо разделить на 2А. Так, вот, чтобы H разделить на 2А. Отлично. Вот у нас уравнение для прямой МП и уравнение для прямой А. Значит, чтобы найти координаты точки Ку, мы всего лишь должны решить эту систему. Согласитесь, это несложно. Нужно просто величину у подставить туда, да? Получится H разделить на 2А умножить на Х плюс А. Это минус В делить на А умножить. Унаживая на 2А, получается HХ плюс АХ равняется минус 2ПХ. Х это что такое? АХ, да? Взять с минусом, разделить на АХ плюс 2П. Ну, соответственно, из этого уравнение нужно разделить на А умножить на П и взять с минусом. Получается, что это PH разделить на H плюс 2П. Ребята, мы уже нашли координаты точки Ку. Что теперь нужно сделать? Нужно найти угловой коэффициент вот этой прямой и нужно найти угловой коэффициент этой прямой. Ну, абсолютно понятно. У прямой НП угловой коэффициент получается так. Нужно спускаться на отрезок H плюс P. Значит, H плюс P. Это делаем на расстоянии А. Вот такой угловой коэффициент. Теперь, какой угловой коэффициент у него и у Н? Для этого нужно взять разность у НП. Ординат точек Н и Ку. То есть надо из H вычесть HP делить на H плюс 2П. Разность ординат разделить на разность абсцисс. Ну, то есть в данном случае, на ее причину, на АН деленное на H плюс 2П. Отлично. H сокращается. Что? H сокращается. Ну, H, конечно, замечательно. Давайте посмотрим, что у нас еще будет. Вот это вот H плюс 2П исчезает. Здесь, соответственно, дописывается. H сокращается. И когда из H плюс 2П вычитаешь P, то получается как раз H плюс P. Только здесь будет это с плюсом. А ну, это так должно быть, потому что у нас прямые должны быть симметричные. Соответственно, их угловые коэффициенты должны отличаться знаками. Все поняли? Вот вычисления в координатах. Нет, я не утверждаю, что это решение лучшее. Разумеется, решение, когда вы увидели, что там отрезок делится пополам, оно такое более геометрическое, более понятное. Но вот этим надо владеть, потому что метод координат позволяет, даже если вы чего-то не заметили в геометрии, просто-напросто счетом это все преодолеть. Это очень важная штука, потому что многие вещи прочитать.